На прогулке я снял видео про дерево, чтобы на примере дерева продемонстрировать, как та же грибковая инфекция разрушает организм человека. Вот смотрите, это может быть даже простая простуда, которую там полечили антибиотиками, и в результате возникло то, что предпочтение получила грибковая микрофлора. Все это ведет к тому, что поначалу это проявляется в животе, как дрожжи бродят в животе. Так вот, вначале проявляется тем, что просто-напросто идет своеобразное образование, газообразование в животе, которое воспринимается, может быть, довольно-таки весело воспринимается, ну, газообразование, ну и что, ну, есть такое дело. Но, тем не менее, это первое серьезное предупреждение о том, что у вас в организме непорядок, и у вас имеется та инфекция грибковая, которая начинает завоевывать ваш организм. Далее смотрите, что происходит. Если вы видели плесень, это разновидная грибка, да, там тоненькие вот это идут нити, тоненькие-тоненькие. Так вот, эта вот плесень из, ну, из того же желудочно-кишечного тракта начинает потихонечку в виде этих волосков прорастать по всему вашему организму, используя уже каждую клетку для своего собственного питания. То есть она, эта грибница, начинает использовать весь ваш организм. Так вот, вначале это проявляется в виде газообразования, ну, там какие-то там могут быть боли, недомогания. Далее, значит, вот эта грибница, она хочет иметь контакт с воздухом. Для этого в местах, где имеется повышенная потливость, влажность, а именно, это прежде всего подмышки, шея, и даже вот здесь вот, вокруг вас, здесь тоже повышенная влажность, начинают появляться разного рода висюлички. Это говорит о том, что они уже хорошо, у некоторых аж цело ожирели, что эта грибница у вас уже хорошенько укоренилась и потихонечку, значит, вас пожирает. Вот, когда я голодал, то много раз я показывал, что с меня выходит при клизмении. То есть на голоде создается такой интересный процесс, который начинает эту грибницу убивать, вытеснять. И она выходит в виде такой бурой слизи. Вот эта вот бурая слизь, и есть ничто иное, как вот эта вот отторгающаяся грибница. Конечно, ее вывести великое дело, но это очень редко происходит. Очень редко происходит, но тем не менее можно сделать. И вот смотрите, где она поселяется, вернее, как дальше? С кишечника. Она, значит, распространяется в область печени. В область печени распространяется. Вот я почувствовал, знаете, что смотрю на свой стул. Он, в первую очередь, не оформленный. Во вторую, он потерял свой естественный вид. То есть он перестал быть желтым, а стал более таким каким-то серым. То есть печень перестала работать. За счет того, что печень перестала работать, и теперь начинается зашлаковка всего организма. И, естественно, боли в суставах, мышечные боли, мышечно-суставные боли. Все это, так сказать, налицо. И вот когда я стал применять для борьбы с микрофлорой вредной и с грибницей, семена тмина. Почему семена, а не масло, не капсулы? Вот мне там советовали, что вот эти, как бы сказать, эфирные масла обладают такими чудодейственными способностями. Все там убивают, нормализуют. Я к этому довольно-таки, так это, с прохладцей отношусь. Почему? Да потому что те люди, которые рассказывают об этом, не внушают доверие. Что-то там они говорят о каких-то достижениях, но толку от этого как-то на них не видно. Мне нравятся те люди, которые решили проблему и сказали, вот так-то, вот так-то я ее решил. С помощью вот этих вот эфирных масел проблему решать не удается. Так вот, несмотря на то, что, вернемся к эфирным маслам, если вы употребляете, допустим, масло черного тмина, оно вот здесь вот всосалось и пошло дальше, конечно, в кровь, все это там работает. Но что касается дальнейших отделов, двенадцатиперстная кишка, тонкий кишечник, а тем более толстый кишечник, оно туда не доходит. То есть это надо либо с клизмой делать, либо еще как-то вводить. А когда вы вводите, проглатываете семена вот этого тмина, то они проходят через весь желудочно-кишечный тракт и своими вот этими душистыми антипаразитарными свойствами работают по всей его длине. И вот тут-то проявился отличный эффект. То есть от, когда я применял масло черного тмина, такого не было. Когда я стал семена, просто-напросто беру чайную ложку семян тмина, проглотил, там запил водичкой и все. И после там, допустим, яблочко съел или хурму съел. Я сейчас хурму люблю. Совсем другое дело. Вот, ну и этого оказалось мало. Вот смотрите, места, как бы сказать, прикрепления паразитов или заселения, там, грибок, он особенно любит. Кишечник, там толстый кишечник. Там образуются разного рода полипы. И плюс, плюс это сигнализация о том, что организм поражен грибком. Это различные, вот эти папилломы, висюльки по всему организму. И особенно в местах, где имеется повышенная влажность. Поэтому прижигать их тут не надо. Они имеют корни вот там. Их надо вот оттуда убирать. Я добавил еще... Кстати, вот это вот дом вибрирует из-за того, что рядом железная дорога. Составы стали значительно тяжелее. Естественно, они сильнее раскачивают почву. И близлежащие к дороге дома вибрируют. И так они повибрируют несколько лет. И просто-напросто рассыпятся. Железная дорога, охренела нафиг. Является техногенной зоной, которая разрушающе действует. Настроение на нас. Так это к слову. Так вот, значит, эта грибница любит где-то нижние отделы тонкого кишечника и примерно верхние отделы толстого кишечника. Там она любит поселиться. И все это прорастает вот этими вот нитями и наружу, значит, различными высыпаниями. Я добавил воздику. Воздику в палочках. Сразу же отреагировал пупок. Вокруг него так появилось, ну, такое вот... Как бы сказать, такие прыщички, там несколько таких прыщичков. То есть, кажется, а почему тут пупок связано и вот это все? Потому что, оказывается, именно в области пупка любят селиться разного рода паразиты. То есть, это такая зона, куда входят несколько проток и идет переваливание пищи. То есть, самый такой узел, в котором много там питательных веществ. И, естественно, не заселить его паразитам, это не нивы будет. И они там не сдятся. И вот закономерности, которые проявляются, когда вы начинаете что-то делать, это как раз говорит о том, что у вас там проблема. Что вы ее там решаете. Некоторые даже вот так могут подавить на пупок свой и почувствовать боль. Это как раз сигнализует об этом. Далее, это, конечно, наша печень. Печень лаковая такая зона, в которой идут мощные и ферментативные процессы, и процессы по усвоению пищи, переработки, переделки. Это лакомое место для того, чтобы грибок пророс в нее и вызвал те или иные заболевания печени. Значит, как она начинает оздоравливаться, естественно, начинает оздоравливаться весь организм. И вот эти эфирные масла не в виде эфирных масел, а в виде, в том натуральном виде, в котором они имеются, а именно в виде зерен. Вот они-то работают. Проходя через весь желудочно-кишечный тракт, они, значит, работают. Значит, мне удалось, удалось в значительной мере решить и эту проблему. И продолжаю решать. И важно отметить, что, знаете, борьба с грибницей, которая захватила ваш организм, вы там думаете, что решите ее, ну, в течение месяца. Заблуждаетесь. В течение месяца вы достигнете, конечно, существенных результатов. Но если вы бросите все это дело, она отрастет в дно. То есть этот процесс идет, растягивается на несколько лет для того, чтобы вы сначала ее хорошенько придавили, а потом потихоньку-потихонечку умеете. Субтитры создавал DimaTorzok